всем здравия тела и ясности ума шляпа да мне тоже нравится здесь без проблем в таиланде такую шляпку пики на ней еще на мотоцикле удобнее если стекло поднять повыше не сдувает здесь есть еще такая штучка вот ее раз под подбородок затянул порядок и никаких сложностей так вот вышел в эфир для того чтобы рассказать о интересной технологии технология применяется в разных странах она применяется по-разному смысл ее заключается в психологической практике которая называется похорона неудач человек чем-то недоволен что-то не в жизни там не получается не получается и нужно некое воздействие на его психе для того чтобы эта ситуация развязалась потому что все происходит внутри сознания три человеческого сознания не где-то еще идеи по поводу того что есть какое-то внешнее влияние на объект на человека в данном случае она несостоятельна несостоятельна по причине того что абсолютно все что происходит пример вот вашей жизни это все и весь мир без исключения со всеми элементами даже вот с этой говорящей головой которые вы наблюдаете находится не где-то снаружи вас это находится внутри вашего сознания внутри вашего сознания это не снаружи снаружи есть только то что вы интерпретируете как внешний мир но все это существует внутри ваш познание почему как же это так как бой майбро да ну ни разу но лошадях я ездить не умею и уа уа это коровы да или быки там ну никак я с ними тоже не могу управляться не умею так вот весь мир существует внутри нашего сознания давайте посмотрим каким образом мы этот мир воспринимаем восприятие осуществляется посредством органов чувств как же работают и как устроены как функционирует правильно так сказать как функционирует орган роботом прибором нервы это аналоги электрических проводов и именно по нервам передаются все данные а в том числе о камеры по сути своей от глаз новой от глаза идет нерв в систему восприятия у юнга хорошо описано у карла густова юнга него хорошо описано четыре функции мозга одна из них это загрузка внешних данных так вот внешние данные цифровым потоком поступают по нервам а нерв если в разрезе посмотреть внимательно очень похож нервное волокно очень похоже на строение высоковольтного провода который идет от катушки зажигания собственно свечи данные в режим в режиме реального времени потоком передаются в систему восприятия где разворачивается на экране осознание внутри нашего то что мы называем сознание за это отвечает определенная часть биологического компьютера который мы с вами называем мозг это касается абсолютно всех данных которые мы получаем об этом мире посредством наших органов чувств вкус это вкусовые рецепторы зрение это колбочки там такие колбочки на заднем дне очень интересные расположены которые собственно интерпретирует фотоны в цифровые сигналы в электрические сигналы то же самое касается и тактильных ощущений все наши органы чувств передают данные потоковым способом системы восприятия то есть весь мир который мы с вами ощущаем во всей гамме ощущений это цифровой поток данных и его интерпретация и наблюдение в том числе и касается тех физических чувств в том числе и более удовольствия которые мы с вами также ощущаем поэтому говорить о том что этот мир существует где-либо кроме нашего сознания абсолютно бессмысленно и этот мир вообще не является таким как люди его видят точнее как люди его интерпретируют он не такой это океан энергии объекта есть совершенно четкие математические метры описывающие его качество и взаимодействие качество и взаимодействие с другими объектами и предметами то что мы с вами здесь используем в человеческих телах являются всего лишь следствием а той математической конструкции о которой собственно идет речь поэтому все науки которые человечество использует там химия физика ля-ля-ля-ля то поля ну может кроме математики хотя в определенном смысле и математика тоже потому что это концептуальное описание не что иное как следствие но сам мир в как частью коего мы являемся а то некоторые говорят надо выйти из матрицы надо выйти своего мурок ух ты мой хороший опять ты хулиганишь я тебе мерзавец засранец подлец такой а все мне пора разобраться с этим держателем телефонным него автоматически и как и так ты говнюк ну-ка безобразник такой в говнюк и безобразник крепление тут такое у меня сенсорное сенсорное понимаешь крепление засранец такой еще раз так сделаешь я тебя выкинули куплю другое а ты мерзавец вот упадешь на дорогу и будешь раздавлен другими транспортными средствами прекратишь свое существование это зачем тебя сделали а будет уже закончена твоя жизнь будет закончена предметы тоже понимают когда ними разговариваю не надо смотреть на меня как на дурачка я думаю что многие из вас прекрасно знаю что если мы поговорим с объектом то наступает в определенном смысле некоторое понимание того как это устроено к вопросу о математических конструкциях абсолютно всех объектов которые мы наблюдаем и которые мы интерпретируем и которым придаем описательные концепции дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание мы начали разговор наш собственно с того пришли и но пришли к разговору о мироустройстве о том что это океан энергии цифровой модель по сути да мир имеет цифровую модель и что любопыт наше взаимодействие именно с цифровой позволяет в определенном смысле влиять на самые разнообразные вещи я вам сейчас скажу такую интересную информацию которую из вас некоторые возможно уже знают а вот есть два доктора два доктора которые назначают одно и то же у одного до пациент и пациента с одинаковыми абсолютно заболеваниями или даже один пациент просто он сначала у одного дура а потом у другого и и вот оба доктора назначают но это же у одного доктора пациент доравливает а у другого дух 3 пациенту и здоровье тоже это за нонсенс какой-то странный какими диссонанс у людей возникает в голове и дребедень какая-то непонятная так не бывает но не может так быть как же это вот по логике да все одно и то же одно и то же один и тот же препарат одни и те же дозировки у одного доктора пациента совсем не выздоравливает у другой доктор пациент совсем выздоравливает как так случается глупости такие на самом деле здесь никаких глупостей нет потому что воздействие происходит несколько иным способом я вам больше скажу имеет основное значение не конкретно что назначено имеет знать чем не знание того что пациент будет здоров того кто назначает вот что имеет значение имеет значение уверенность или знание но чаще все-таки это уверенность а у вас в чикаго говорит брат есть в такси не работает вы знаете у меня братья и сестры по всему миру вот и вы тоже если вы из чикаго ну значит вот и брат есть в чикаго и если вы женского пола значит сестра в чикаго есть почему я так говорю ведь выражение братья и сестры то есть братья и сестры она же не на пустом месте возникла придумали горит какую-то глупость горит братья и сестры сраный говнюк сосед напротив какой мне брат его эти выкидыши ни разу горит не дети не сестры вообще ненавижу всех подлецы друзья мы все сделаны из одного материала мы сделаны из ничто из волны а волна сделана из ничто по сути всего этого мира не существует но мы его наблюдаем поэтому вот это наблюдаемая интерпретация существующей реальности является иллюзорной игрой иллюзией иллюзия в иллюзии иллюзия наблюдает в иллюзии но это интересно так боженька живет все сделано из боженьки нет ничего кроме боженьки мы боженькой дышим какаем кушаем боженьку общаемся с боженьками вся вселенная состоит из боженьки и больше никого и ничего нет кроме одно она понимаете некоторые я думаю понимает все таки поэтому коли мы сделаны из одного она как же мы можем быть не братьями и сестрами невозможно игра случается да и собственно люди здесь периодически сбрыкивают по разным всяким поводом им надо поругаться им надо там друг другу мордень очистить до сделать что-то неприятное а также приятное точнее по чередовать неприятность потому что весь мир устроен таким образом что ну как же ты можешь почувствовать приятное если до этого тебе было также приятно ну никак поэтому вот она синусоида неприятно приятно неприятно приятно неприятно приятно у кого-то это вот так вот вот частота разная спокойная улыбка будды который там сидит себе такой под раскидистым деревом где-то даже в носу уже не ковыряет и такой смотрит на весь этот мир не поймешь что у него улыбка это сарказм у него какой-то на уголках гоп или у него там любовь еще что-то у него не сарказм не любовь это не безусловная любовь вот как это можно назвать то есть это спокойное наблюдение всех перипетий окружающего мира в их взаимодействие и многогранности понимание того что все это сделано для ощущения существования придает радость этой улыбки но это радость не чрезмерно избыточная она спокойная потому что в этом содержится и печаль понимание того что нет радости без печали в совокупности наблюдения этого мира рождает улыбку будды вот так и называют во всяком случае а с масками что делать маски как один из способов взять эти маски и затолкать в жопы производителя это очень правильное решение да ну правда радикальное такое очень их жопа очевидно они смогут выдержать такое количество масок ну что поделать надо надо стремиться тут есть определенные у нас взаимодействия в этом мире люди все на чем-то зацикливаются кто-то на идеалистических идеях кто-то на материалистических идеях но смысл-то в балансе да мы находимся в игре в игре есть параметры эти параметры совершенно четко прописаны математически прописаны поэтому если вы хотите получить удовольствие от игры в которой являетесь персонажем наблюдателем зрителям не даже сценаристом получайте удовольствие и тогда вы уже здесь будете в районе либо вы можете забыть а большинство людей забыли о том что они наблюдатели и сценаристы и тогда тогда остается только печалиться и слить к рукоделье слезы а наша передача началась с того что такое неудачи и как их можно хоронить вернемся обратно к вопросу похорон неудач в Таиланде например монахи взяли это на такую очень интересную коммерческую основу как заталкивать в задницу маски взяли разные способы есть я вам скажу только один нужно взять черенок от лопаты одеть маску на этот черенок от лопаты и с разбегу воткнуть в задницу главному директору масочного завода вот это чтобы веселее было откуда говорит вы черпаете свои знания их не черпаю они существуют они существуют внутри каждого и внутри вас тоже все что нужно для этого это просто войти в состоянии когда вы совершенно не о чем не думаете вот вот и сейчас тоже я ни о чем не думаю просто рот мой говорить сам по себе а потом с интересом некоторые ролики вот которые случаются здесь передач пересматриваю от ума уже ум включаю такой думаю чё это там рот мой наговорил интересного в чувашии нет не бывал но говорят что интересные места так вот вернемся к вопросу похорон неудач есть очень хорошая технология технология при помощи которой каждый индивидуум может самостоятельно похоронить свои неудачи что такое неудачи неудачи это интерпретация собственной жизни и программирование определенных аспектов посредством своего внутреннего психологического эмоционального настроя то есть которое этот настрой рождает или избыточную оценку собственной индивидуальности на основе несостоятельных оценочных суждений других участников этого дорожного движения по жизни либо уничижения чаще получается недооценка или самоуничижение вот здесь человек начинает печалиться у него случаются неоправданные ожидания они оправданные ожидания вызывают вот эти вот эмоции которые вызывают слез нужно запастись чистыми пузырьками в эти пузырьки нужно собирать слез ну во первых сам по себе уже сбор слез это очень интересное занятие потому что как правило когда человек начинает рыдать и лить крокодили и слезы ему нифига ни разу не до пузырьков но нужно повесить плакат везде собери свои слезы дурак или там дурочка к примеру да и пузырёк рядом стоять пузырьки собрали нужно обязательно собрать как минимум 10 и по мощи которой эти печали можно захоронить причем захоронение производится под дерево и дерево должно быть мужского рода дуб например в этом случае там определенные слова еще на сказать это ритуал ритуал функционирует у большинства у тех кто не знающий они могут использовать ритуал это хорошая идея у тайцев все это поставлено как я уже сказал на поток у них монахи рабы стоят такие в храме много они уже все это мерцонализировали замечательным образом и покрывало такое они сшили золотое и вот мантры читают разные всякие там в бубны бьют создают ну определенные психологический настрой да а со всей страны едут тайцы которые опечалены своей жизнью вот похоронить свои неудачи молодцы в других странах есть другие технологии но вот с пузырьками кому интересно я потом напишу технологию как действительно похоронить свои печали и пчели уходим это так и есть через некоторое время обязательно выложим эту технологию как в каждой стране и то есть и у папуасов в новой глине тоже есть технологии похорона неудач не знаю какие есть однозначно доброе утро они пластиковые не тряпочные пластиковые особенно экзотично если пластиковые да если с графинчиком то хорошо и даже в зеленчик добавлять не надо это чтобы вот ну чтобы более так сказать было эпично вот так можно сказать прошлой весной вы сказали купить и я купил а теперь а что купили то мб бамбук пришли люди не лезет чего масочку же купить я вам масочки не предлагал покупать здравствуйте дорогой друг спасибо вам большое когда я порвал связки на руке вы сказали чем лечить мне очень хорошо помогло дай вам бог всего хорошего дорогой рисун всегда пожалуйста мы как говорится добрый доктор айболит приходил кого чего боли не помню уже там как у чуковского дальше если у кого чего болит там ухо горло нос сиська писька хвост вылечим и то и другое излечим дальше соседка видит ауру свечения над людьми у всех разного цвета объяснить сама не можешь просто видеть а не надо ничего объяснять объяснение кто ищет ум дорогие мои ум это то что можно интерпретировать как беса или дьявола потому что от него весь геморрой в людей случается постоянно именно от ума от сердца радость только приходит вот и бесконечное вот это противостояние интуитивного и умственного вот она где сражение это происходит между темным и светлым между адам и рай и все здесь не где-то еще маски химзащиты дорогой мы пригодятся маски химзащиты однозначно пригодятся ну что же вы такой нетерпеливый однозначно пригодятся у меня лежат противогазы здесь в таиланде и специально сюда выписал может быть здесь они мне не пригодятся но на территории европы и всех стран европы включая швейцарию они однозначно пригодятся и в америке однозначно пригодятся вот может быть они не пригодятся в некоторых странах латинской америки вот там может не пригодятся и где они уж точно не пригодятся это в новой зеландии и точно не пригодятся на южном полюсе не пригодятся ни разу а вот в остальных местах однозначно пригодятся а так что не беспокойтесь запас душу не тянет а жопа целая остается что значит быть камнем у портала вы меньше этих бредовых идей говномагов слушайте от аллатРа которые и все у вас будет совершенно нормально я понимаю о чем вы говорите да это нейролингвистическое программирование высочайшего то есть люди одурачивают и программируют такими страхами которые сейчас за которые сейчас глобалисты этим исполнителем платят очень большие идеи о том что индивидуум сидит не показывает своего лица и меняет свой голос сидеть и показывать свое лицо и не менять свой голос но сама идея того что это человек скрывает свою индивидуальность она нужна исключительно для того чтобы степень доверия простолюбинов развесивших уши была очень высокой а человек который говорит правду никогда не будет скрывать своего лица от других что ему скрывать человек понимающий кто он из чего сделан откуда и зачем он пришел в этот мир не будет никогда скрывать ничего ему просто нечего скрывать а тот кто скрывает всегда имеет контекст всегда вроде как его часть перед вашим лицом стоит основная часть стоит сзади вас и уже сняла с вас штанишки понимаете нет а я уже начал зато вынимаете скорее вынимаете это неправильно это неправильно но что вы добрых людей обижаете да не надо вот тряпичные вот эти надо заталкивать тряпичные а пластиковые не надо пластиковые полезные в них машину можно покрасить в них можно пережить апокалипсис в определенном смысле а когда пердолеты будут летать совсем над вашей лысиной и опылять вас различными оранжами и другими прекрасными составами вам эта штучка как раз очень сильно пригодится вытаскивайте вытаскивайте назад надо почистить помыть и положить в сундучок а в белоруссии пригодится обязательно наша белоруссия не европа что ли это так где-то провинции на луне владимир а варикоз вен на ногах дело излечимое да просто длительная методика но она есть и она очень прекрасно функционирует там не только внешнее воздействие внешне как дополнительное и наружная и внутренняя имеет место быть поэтому по поводу варикозного расширения вен задача решается но это помимо этого необходимо воздействие на всю сосудистую систему по факту того что варикозное расширение вен является индикатором того что вообще в целом с вашей сосудистой системой случилась не очень приятная история и подтверждением тому является то что у большинства техкушение вен также имеется и геморрой владимир куда мужчины получают энергию от чего куда мужчины получают энергию для существования я не понимаю да я не понимаю вашего вопроса куда ну не в жопу точно какими препаратами можно вывести грибок из организма на сайте азиабиафром . ком вы можете найти комплексное решение для для этой задачи это на самом деле сделать не очень сложно но идеи современной медицины а использование даже эффективно химических препаратов для уничтожения фунгидов то есть грибов она не эффективна по одной простой причине потому что они дают только временный эффект внешнего воздействия а задача заключается в том чтобы убрать причину сниженного иммунитета которая как правило заключается в отравлении организма фенолами формальдегидами и собственно солями тяжелых и легких металлов и нормализовать функции деятельности нервной системы вот что нужно сделать помимо внешнего воздействия и химию для этого использовать совершенно не нужно есть другие натуральные препараты не приносящие побочных эффектов владимир как защитить собак от радиации маску ведь не ну как это на собак есть специальные маски собачьи ну что же вы посмотрите внимательно пожалуйста в интернете есть собачьи маски правда больших собак послужим поливочная машина распыляет жидкость которая влияет на внуку конечно как вы хотели что давно уже эти годзиллы ездят до пердозиллы можно их назвать есть пердолеты а есть пердозиллы которые ездят по дорогам и разливают всю эту говносрань жутчайшую совершенно от которой у людей не только зубы выпадают даже яйца и сиськи отваливаются безобразники хулиганы и паразиты ну шо поделаешь слава богу красота невероятная горы еду по вершине горы ни одного пердолета на севере владимир говорит у вас семья гордите чего вас интересует мы вот тут разговариваем о каких-то конечно да возвышенных вещах горит владимир горит начало говорит вы там дребедень горит какой-то вы горит нам лучше говорит расскажите говорит о семье горит о детях горит о всяком таком прочем да были и семьи и дети а сейчас моя семья это вселенная понимаете у нас в городе тоже поливают дороги даже в дождь а как и какая разница дождь не дождь травить же надо по плану деньги то дают за то что говнезин разливает не надо думать надо делать есть хозяин хозяинского разливать ну все я поехал разливать а то на что я буду покупать бананы детям вечером голодные останутся горит а такие бананы вкусные с зеленой лягушечкой с графинчиком внутри очень хорошие детишки очень бананчики вкусные наши хорошие вот сегодня полью химии дорогу а вечером детишкам бананчики с химией дамы ведь красота не жизнь горит амоледа у нас перед зимой поливают и летом семья горит дребедень да нет конечно нет и бить день для большинства людей это ценное и необходимое и чип а иначе как вы детей-то сделаете нормально нормально что им же надо передать что-то детям да чтобы у них там что-то отложилось где-то как-то чтобы они смогли адаптироваться к условиям этого мира поэтому для большинства индивидуумов семья да чем хорошая нормальная семья когда у родителей есть общность целей и интересов в иных случаях когда они там встречаются на перческой основе изначально мужчина такой смотрит на эти сиськи на эту жопу все таращатся говорит мне нужна такая ца-ца а женщина смотрит говорит говорит вроде вроде не лох педальный такой папа у него с деньгами говорит и сам тоже что-то делает да вот успешный на массы здесь вот мне такой нужен горит зачем горит я свою жопу висисти накачивала вот для такого как раз и вот они встречаются они абсолютно разные в жизни интересы выясняется да и вместо того чтобы жить душа в душу то есть и синхронизировано они начинают через некоторое время так сказать вдруг кусать заразные места в результате потом начинают страдать дети которые все это наблюдают и видят модели поведения у них прописываются у девочек и у мальчиков поэтому их несчастная жизнь уже предопределена вот этими детскими моделями бесконечной сране и ругани между родителями замешать туман горит следствие полетов да а шо как иначе не всегда я всех вас целую всех вас обнимаю до новых встреч пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание а и и Субтитры подогнал «Симон»